Они проводят процедуру бракосочетания, они расторгают ее, выдают свидетельства о рождении и смерти. Одновременно столько радостных и грустных моментов нельзя увидеть ни в одной другой структуре. Граждане могут подать заявление на получение госуслуги в управление ЗАГС, как при личном приеме, так и через портал госуслуг, где каждый может выбрать дату и время приема, удобные ему. Предусмотрена возможность подачи электронного заявления о рождении, заключении брака, расторжении брака, установлении отцовства, усыновлении, смерти и выдаче повторных документов. На портале есть 30-процентная скидка по оплате госпошлины за государственную регистрацию, заключение брака, расторжение брака и выдаче повторных документов. Сама же процедура государственной регистрации акта гражданского состояния проходит при личном присутствии заявителя, так как запись акта должна быть прочитана и подписана человеком. Решили сменить фамилию или имя? Вам необходимо обратиться в ЗАГС для получения свидетельства о перемене имени. Никита Комедолин сегодня такое свидетельство получает. Подал заявление на прошлой неделе, вот, и оформил, сейчас вот позвонили. Самый торжественный момент в работе сотрудников ЗАГС, конечно же, бракосочетание. Регистрация брака является одной из самых популярных госуслуг. Кстати, в этом году исполняется 10 лет с того момента, как на Красной площади состоялось открытие нового дворца бракосочетаний в доме Корешева. За 10 лет в обновленном Сарапульском ЗАГСе более 7 тысяч влюбленных пар зарегистрировали свой союз. Кстати, узаконить брак в стенах одного из красивейших залов бракосочетания Удмуртии могут не только жители нашего города, но и любая пара России, а также иностранцы. Регистрация брака производится по совместному заявлению лиц, вступающих в брак, по истечению месяца со дня подачи заявления. Дата регистрации может быть перенесена на более поздний срок, но не позднее 12 месяцев со дня подачи заявлений на регистрацию заключения брака. Также срок регистрации брака может быть сокращен руководителем по уважительным причинам рождения ребенка, наличия детей, угрозы жизни. Сейчас в связи с распространением ковида при регистрации брака действуют ограничения. На церемонию допускается до 20 человек, за исключением сотрудников самого ЗАГСа, с соблюдением масочного режима. В красивейших залах Дворца бракосочетания проводится также чествование юбиляров супружеской жизни, торжественная регистрация новорожденных, праздник двойняшек. Всю информацию о юбилярах супружеской жизни, которые прожили 50 и более лет, мы берем с управления соцзащиты, эту информацию. И здесь уже мы проводим само мероприятие в торжественной обстановке, мы обзваниваем юбиляров, более подробно ведем с ними беседы, каким образом они подошли вот к этому моменту, как они прожили столько лет семейной жизни. С рождением тоже по желанию, то есть мы набираем, регистрируем рождение ребенка и предлагаем родителям в торжественной обстановке вручить свидетельство о рождении, документ государственного образца, но тоже по желанию. В течение трех лет велась работа органов ЗАГС России по созданию единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. С 1 января 2021 года граждане вправе получать повторные документы и справки по экстерриториальному принципу. Независимо от того, где был зарегистрирован акт гражданского состояния, гражданин может получить документ по месту его пребывания, нахождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова